Всем привет! Сегодня мы с вами пришли в театр Теней под руководством Натальи Ермашовой на постановку «Место силы купцов Юровых». Надеюсь, вам будет интересно. Если вы любите такие видео, не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на канал, и мы начинаем. Так, здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня представляем мы вашему вниманию при поддержке президентских грантов мероприятие, спектакль, иммерсивный спектакль в трех действиях, называется «Место силы купцов Юровых». Ну, могу ознакомить вас хотя бы с тем, что такое иммерсивный спектакль, если кто не знает. Иммерсивный спектакль – это спектакль, где зрители не просто смотрят, но и принимают участие. Фамилию купцов Юровых в городе, ну, кто интересуется, конечно, купечество, знают, и не только потому, что они вошли в историю, как крупные предприниматели в свое время, отец и сын. А еще так получилось, что больше нет у нас в Оренбурге такого объекта, который осталось от купцов, купеческого объекта, и который работает по своему прямому назначению по сей день. Вот отец Василия Христофоровича Юры, потом он передал свое дело Александру Васильевичу Юрову. Когда в Оренбурге появилась Оренбургская-Самарская железная дорога, тут, конечно же, логистика стала, сами понимаете, повеселее. Можно было бы не просто в лошадях и верблюдах возить товар, а можно было бы уже вагонами грузить. И в том числе Василия Христофоровича Юрова строится на этом месте мельницу, в два с половиной этажа она была. Это не хлеб в комбинат, здесь хлеб не пекли, муку уже готова, муку могли отвезти на хлеб в комбинат. Смотрите, представляете, масштабы, посмотрите в нашем фильме. Дом, вот его дворовое место, так называли раньше, находилось в третьей части города. Считается, и в архивных документах написано, что мельница Юрова находится на улице Советской. Вот эта улица, вот Советская, вот она сюда упирается, а стоим мы на улице Ташкентской. Здесь большой комплекс до самого тупого переулка, откуда вышли, большинство построек остались с тех времен. Я вам сейчас их покажу, и вот они на плане. Вот, например, сама мельница каменная, трехэтажная, но это сейчас старый план, 1897 года. На этом же месте там произошел пожар, и поэтому нужно было ее перестроить. И уже когда он перестроил после пожара Юровой, он сделал ее пятиэтажной, то есть еще лучше. Вот угловой дом, он тоже есть, буквы Д, вот. Олеся расскажет вам замком, камнем. Знаете, вот написано деревянный дом, вот мы идем в деревянный дом, где находится наш театр теней, где мы будем продолжать дальше наш спектакль иммерсивный, вы будете смотреть, вы будете принимать участие. И он, видите, обшит сайдингом, на самом деле, вот он в лоб, видно ли, пниновый дом. Здесь был сад, красивый такой сад, и оранжерея была, крытая оранжерея. Дело в том, что крупные купцы, у них жены занимались, благотворительностью занимались, само собой, и даже выращивали в оранжереях и цветы необычные, и ананасы, и прочее. Она хотела представить, она же Милана Кутафина, она блогер, этот курсовет и крыльевед, да, то есть самый очень главный момент, это крыльеведение, она увлеклась этим уже лет 10, да? Ну, больше уже получается, да. 10 лет назад, у нее на самом деле, вот мы сейчас зайдем, в самом театре теней, самая большая собрана коллекция кирпичей. Клейменок. Клейменок кирпичей, да, которые были присветили еще в 19-м, правильно? 19-го, начале 20-го века. Вот, смотрите, коллекция, это очень интересно, интерес к клиненым кирпичам появился не только в нашем городе, но и в нашей России, буквально лет 10 лет назад. Специфика наших оригурских, вот именно, не кирпичей, а даже, скорее всего, подхода к строительству такова, что клинон находится вот на этой стороне, на ложковой стороне кирпича, и оно уложено вот таким вот образом, что не видно, когда к дому подходишь, и не видишь, с какого кирпича построен дом. А это инициалы и обозначения, как бы, лейблы производителей. Ну, вот сами разбирают дом, и видим уже, чей тогда только видел, чей производитель. Официально у нас вообще пишется фамилия и отчество, да, официально. А послугу уважаемому людям разрешалось имя, отчество и фамилию. И здесь как раз имя, отчество и фамилию, здесь потом можно подойти и прочитать. Вот, имя, отчество и фамилию. Да, мы с ним делаем. Василий, что ждете? Нет, мы в курсе ведем, вот студенты пришли к нам, в экскурсии ведем. Ну, вообще-то у него знатная мельница, можно сюда экскурсии водить. Как-то странно вы одеты. Это вы в таком виде по городу ходите? У нас одна такая только есть. Про нее даже заметку написали в Оренбургской газете, не читали. Называется «Дама в брюках признак дурости». Вот наденет мундир казачий и едет в третью часть города шары катать. И так на нее все смотрят. Ну, да ваше дело. Хотите, ходите, конечно. Ой, какая прелесть. Видимо, из французской выставки. Александр Васильевич миссия Павловна и такую штуковину привез. Граммофон называется. И не жалко ведь было ему в конторе-то ее поставить. Редкость большая. В Оренбурге тоже продают такие штуки в гостиной и в дворе. В основном в магазине фишинобильном купцовеста. Но, конечно, не каждый, даже купец, может себе это позволить. А вы слыхали про синематограф? Видели когда-нибудь? Вот Александр Васильевич из-за границы привез. Пока его дожидаемся, присаживайтесь. Фильму посмотрим. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok 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 Далее такие шкатулочки Далее они стояли на столах купцов и приказчиков Просто чтобы мебель не разбран Мелочь не валялась А это чернильный прибор А вот эти фотографии Это фотографии с Юровой мельницей Это вы видели в фильме Василий Кристофорович Юров Александр Васильевич Юров Это у нас два окна Мы их заделали окна Художница Очень интересная художница Ольга Нагорна сделала такие два левкаса новые люди с художественного образования знаете что такое левкасы это казанский кафедральный собор который к сожалению уже разрушен у нас а это непосредственно мельница купцов юровых вот здесь вот иконы икона тоже подлинная икона 19 века она хорошо отреставрированы так что сейчас фотографируйтесь пожалуйста в шляпках и напишите нам спасибо а и и и и и и